На прошедших парламентских слушаниях субъектам Российской Федерации было рекомендовано активизировать работу под действующим расходным обязательством, связанных с социальной помощью гражданам и провести оптимизацию. Говоря простым языком, из-за нестабильной экономической обстановки в стране, правительствам было принято решение усовершенствовать социальные выплаты. Там, где вполне можно сэкономить, теперь будут экономить. Проведя мониторинг, сотрудники Ленинского управления социальной защиты выявили, что огромная сумма тратится на льготный проезд по Москве. Возникло такое предложение, которое на сегодняшний день должно быть реализовано. У нас на территории Московской области более 2 миллионов человек на сегодняшний день пользуются мерами социальной поддержки. В том числе на эти цели на проезд только по городу Москва тратится из бюджета 3,8 миллиарда рублей. По итогам мониторинга выяснилось, что только 47% граждан, имеющих право на льготный проезд, пользуются своей возможностью. Причем 40 из них совершают в год менее 10 поездок. Получается, что многие льготные категории людей не пользуются бесплатным транспортом, за который заплатил государство. 37% более 21 раза в месяц совершают поездки. То есть, в принципе, это свидетельствует о том, что люди ездят на работу в город Москва. И, соответственно, налоги платят в город Москва, но приходят за мерами социальной поддержки, которые им предоставляются из областного бюджета. Теперь бесплатно передвигаться по Москве смогут только федеральные льготники. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, блокадники и некоторые другие. А вот пенсионеры, не имеющие льгот, ветераны военной службы и ветераны труда с 1 августа не смогут бесплатно пользоваться столичным транспортом. Однако с июля вырос ежемесячный прожиточный минимум. А в том случае, если у граждан, которые лишились зыгод, доход ниже прожиточного минимума, им предоставляется компенсация по поездкам, но не более 400 рублей в год. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова